Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре несколько полезных товаров из Китая для велосипеда. Итак, смотрим, что у нас есть. Давайте начнем со стоечки. Хорошая штука, добротная, крепкая, имеет две позиции на 26 и на 29 колеса. Можно раздвигать шире и уже, ну, соответственно, помещаются все основные размеры, которые идут между 26 и 29 колесом. Так вот она выглядит, но проблема в том, что магазин не положил сюда набор креплений, которые поднимают эту стойку еще выше и такие специальные чашечки под саму раму. То есть она должна стоять вот здесь, вот здесь должна держать. Но их просто не положили, забыли, наверное, я не знаю. Поэтому, как бы, он должен находиться, точнее, колесо должно находиться в воздухе, но оно у меня стоит на земле. Стойка может использоваться как ремонтная, может использоваться как просто стояночная, парковочная и так далее. Все удобно и понятно. Но, опять же, нет укреплений. Буду сюда что-то колхозить, чтобы поднять ее повыше, потому что у меня 29-й найнер и поэтому, как бы, не совсем удобно. Колесо должно болтаться в воздухе. Оно у меня, в данном случае, стоит на земле. Это неправильно. Вот такой вот первый товар. Дальше идет такой небольшой наборчик. Измеритель растяжения цепи. Чистка. Очень удобная штука. Давно я хотел вот из-за вот этой вот кисточки, которая четко подходит по глубине звезд, да, в кассете. Вот, попадаются ветки в кассету, там, разные листья и очень тяжело их почистить. Поэтому, как бы, вот эта штука меня реально спасет. Ну и для цветка, так вот ставим и вытираем цепок со всех сторон. Очень удобно тоже. Берем керосинчик, либо бензинчик. Очень удобно. Съемник для цепи. Тоже, ну, думаю, кто велосипедами пользуется, тут понимает, про что я говорю. Инструмент очень простой. Так вот заводим за замочек, да, прижимаем цепь с двух сторон. Сводим, да. И вот замок у нас должен открыться. Нужно просто очень сильно продавить. В данном случае снимать не хочу, потому что цепь у меня чистая и настроенная. Такая вот интересная штука. Кстати, написано не Китай, а Тайвань. И на коробочке тоже было написано Тайвань, что, в принципе, радует. Далее идет защита рук. Осеннее, либо весеннее. Она может быть разная, может быть много вариантов. Может быть просто черная, оранжевая, зеленая, любых цветов. Может быть в виде наколки, там какие-то женские цвета, мужские, детские и так далее. Я взял в виде таких вот рисунков. Это типа тату, что-то такое. Просто одевается на руку, но уже холодно. Показать его не буду, потому что, ну, реально я сижу в зимней куртке. Как бы немножко не по сезону уже, но на следующую весну как раз она подойдет. Просто обычные два таких, типа как съемных рукава. Под футболку, под теннис, какой-то, не знаю, полу может быть. Только по этой позиции, вот с такими цветами, вариантов штук, наверное, 20 или 30. Есть там просто однотонные, там тоже вариантов, не знаю, может 50-х. Поэтому тут уже, если кто-то на стену думает, то уже, ребята, выбирайте. Ну и самый главный инструмент, вот он, это тестер для цепи, да. Очень простая система. Есть у нас две позиции, да. Так, чтобы было видно. Вот на 75 и на единичку, да. Для чего она нужна? Да, у нас есть цепь, да. Цепь имеет свойство растягиваться. Если у нас растянула цепь, мы просто ее меняем, да. Если она растягивается очень сильно, она начинает у нас жрать кассету. Соответственно, мы попадаем на очень дорогостоящий элемент велосипеда. Кассета стоит реально денег немерено, особенно вот эта вот, данная куча, японская. Что мы делаем? Берем вот так вот. Вставляем на цепь и кладем ее. Вот она у нас как бы не падает, да. То есть цепь у меня новая, вот она стоит. Как только вот эта вот пумпочка, да, или как ее назвать, я знаю, рычажок, там, не знаю, датчик, может быть, опускается вниз полностью, мы выбрасываем цепь. Ну, две позиции есть, да. Первая у нас, вот, если мы кладем ее на 0,75, да, мы меняем только цепь, если она опускается полностью. Вот так вот она должна опуститься, да, то есть пока у меня цепь не растянута. И если она уже пускается на единицу, да, то мы уже выбрасываем и кассету, то есть мы меняем уже цепь вместе с кассетой. То есть это уже по пандосу серьезный. Так что вот этой штучкой я рекомендую всем велосипедистам пользоваться, во избежание очень и очень больших растрат на содержание велосипеда. Стоит она просто копейки, вот реально просто копейки. Она ничего не весит. Положили в мастерскую себе, в гараже, дома на балконе, не знаю, в стол рабочий кинули. Хорошая штука. Первая выемка, это просто для облегчения, да, а вторая, еще сюда можно положить запасной велосипедный замочек, да, мы видим. Так, поймаю фокус, сейчас покажу. Как раз она по замочку идет. У меня запасного нет, поэтому пока она будет пустая. Вот какие-то полезные штукенции у меня для велосипеда. Что я могу сказать, ребята. Больше всего мне понравилась вот эта штука, она очень качественная, но не положили мне крепления все. Поэтому, если кто будет заказывать, смотрите, чтобы вам все положили. Обязательно там напишите им, уточните и так далее. Так что такие вот у меня дела, такие пополнения велосипедную коллекцию. На этом всего доброго, до свидания, до скорых встреч, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин